Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск в студии Татьяны Блинковой в начале коротко о главных темах уходящей недели. Ученика одной из школ Каннска придавило воротами, когда он отправился домой после уроков. Произошло это прямо во дворе образовательного учреждения. Одна из воротин была не прикреплена к столбу. Именно под ней оказался мальчик, когда проходил мимо. Хозяина лесоперерабатывающего предприятия, на котором в прошлом году погиб 13-летний школьник, признали виновным в совершении преступления за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. По представлению прокуратуры, организация устранила допущенные нарушения в своей деятельности. Каннск станет центром адаптивной физкультуры на востоке края. Соответствующее соглашение о сотрудничестве глава города подписал с директором регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надеждой Банниковой. В Доме спорта «Текстильщик» состоялось первенство города по Киокусинкай-карате. За последнее время это самое массовое соревнование, на которое приехали спортсмены из Красноярского края, Республик Бурятии и Хакасии. Мероприятие собрало более 300 участников, из которых 130 представили наш город. Каннский педагогический колледж отпраздновал свое 95-летие. На торжестве собравшиеся вспомнили почти вековую историю учебного заведения педагогов-ветеранов, а также лучших выпускников. Специалисты Каннского отдела надзорной деятельности совместно со спасателями провели с жителями профилактические беседы на тему противопожарной безопасности. Так они подготовили горожан к морозам, в период которых часто происходят возгорания из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного оборудования. В городе прошли учения пожарных. Их темой стало тушение пожаров в музеях и выставочных залах. Участие приняли более 30 огнеборцев. Как прошло мероприятие, расскажет Кристина Кущ. 10 минут максимальное время прибытия огнеборцев на место вызова в любую точку города. Накануне поступила информация о задымлении в помещении выставочного зала. Пожарные со световыми и звуковыми сигналами прибыли на место. Им предстояло эвакуировать ценное имущество и сотрудников, которые в плотном и едком дыме не смогли самостоятельно выбраться из опасной для жизни обстановки. Подобные учения уже опытным и профессиональным в этом деле огнеборцам помогают не растерять сноровку, а только наоборот подготовиться к реальным жизненным пожарам. На учениях мы пытаемся сымитировать разные ситуации, которые могут возникнуть на пожаре, для того, чтобы личный состав как можно лучше подготовился к реальным действиям по тушению пожара и отработать все важные элементы в работе пожарных, чтобы более эффективно выполнять свою задачу на реальных пожарах. К счастью, это были только учения, но, к сожалению, такие пожары происходят и в настоящей жизни. Чаще всего во время пожара людям с трудом удается справиться самим. Причиной в основном является страх и растерянность, а это приводит к непоправимым последствиям. Подобные мероприятия помогают отработать действия не только пожарных, но и пострадавших. Мы здесь проверяем, уже не оттачиваем какие-то свои навыки, а уже проверяем конкретно, что мы в течение года наработали и даем оценку действиям каждому должностному лицу, как начальствующему составу, так и личному составу при проведении таких пожарно-тактических учений. Каждый пожар и каждое учение, они все разные. Объект может быть один и тот же, но при проведении учений, это совсем может быть другая остановка, сложится так же, как и на пожаре. То есть одинаковых ни пожаров, ни тактических учений не бывает. Пожарные отмечают, тренировочные учения, особенно на объектах массового пребывания людей, необходимо проводить периодически, особенно с привлечением других спасательных ведомств города. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Операция «Оружие». Правоохранительные органы напоминают жителям Канска о денежном вознаграждении за сдачу незарегистрированного оружия. Так, например, за текущий год горожане сдали уже 11 единиц оружия и порядка полутора тысяч боеприпасов на сумму более 100 тысяч рублей. Как отмечают в Росгвардии, в руки к людям они попадают различными способами. Кому-то достаются по наследству, а кто-то находит при разборе старых сараев и даже в лесных массивах. Один боеприпас, один патрон стоит 20 рублей. Одна единица оружия от 2 тысяч до 10 тысяч рублей. В зависимости, газовое оружие – 2 тысячи рублей, гладкоствольное оружие – 7 тысяч рублей, нарезное оружие – 10 тысяч рублей. Также сам опорох за вознаграждение сдаётся, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Всё можно сдать в ходе операции. Интересный случай – это мужчина купил дачу в ходе перепашки огорода, обнаружил металлическую кастрюлю, в которой находились самодельные пистолеты, 1440 единиц патронов. Он обратился к нам, добровольно выдал данную находку, ну и получил около 30 тысяч. Правоохранители советуют такие находки не утаивать, так как за хранение незарегистрированного оружия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Если к вам в руки попали подобные предметы и другие боеприпасы, их можно сдать в отделение Росгвардии. По адресу Ленина 5 или же в дежурную часть полиции. В Канск вернулся депутат городского совета, который принимал участие в спецоперации. Здесь он сейчас проходит реабилитацию после ранения. Избежать летального исхода ему удалось благодаря кубанке. Головной убор мягкий и на нём снаряд, упавший с дрона, просто не сработал. Подробности он рассказал нашей съёмочной группе. Дело заканчивалось к тому, чтобы в выезд готовиться. Я выходил с позиции. Шёл по зелёной зоне, по зелёночке шёл. Услышал, что дрон идёт тяжёлый. Ну, коптер с вогами идёт надо мной. Он прошёл меня, уже ушёл дальше. Ну, и я вышел. Вероятно, уже есть, что я его возьму. Перед этим брал. Вышел из зелёнки, смотрю на него, на винтовочку, унёс поправки необходимые. Только голову поднимаю, и он уже на меня вог скинул. Мне повезло, что в кубанке родился. Был. На кубанку сверху ровно мне упал вог. Не сработало из-за того, что она мягкая оказалась. Был бы в каске, голову бы снесло. И на кубанку вот сверху мне упал вог. Пацаны все видели. Все угорали в кубанке, родился. И потом вот он возле меня в мета и упал. И дальше нашпиговал осколками. Но если о собственном ранении Олег Леконцев рассказывает спокойно, то о трагедиях мирного населения вспоминает, еле сдерживаясь, говорит одна из историй до сих пор в голове. Тогда они пошли к ближайшему населенному пункту за продуктами. Неожиданно туда прилетел снаряд. Вследствие чего маленькая девочка осталась не только инвалидом, но и без мамы. И здесь Хаммерс прилетел. Меня в магазин закинуло. В броне было, повезло. Смотри, по своим побежали. Все живы, нет? Смотрим. Девочка лежит без руки. Три года без руки. А я там, мама лежит. Ну и жгут сразу девочке наложили, чтобы от крови не потеряла, не померла. А у мамы так руку не вытащили девочки из руки. Подумай, как они будут думать о тех, которые в них летят. В этот момент у меня из головы вылетело и то, что правильно я здесь, неправильно. В голове сложилась только одна специфика. Раз они так делают с мирными, Хаммерс не ошибается настолько, что на три километра от нас точно прилетело. Они знали, куда били, по мирным били. Вернувшись домой после ранения, депутат горсовета был шокирован тем, что здесь происходит. Политический распри в Канске крайне возмутили народного не только избранника, но и защитника. У нас не было такого. Я коммунист, я ЛДПР, я Единая Россия. У нас не было. Мы все были. Вот мы русские, пофиг, что ты там, какой национальности. Мы все вот здесь. Мы свои, а там враги. Я знаю город. Я вижу, как город преображается. Я удивился тому, что сейчас в Канске стало происходить. Я удивился настолько, что ребята, вы что, вам войны охота? Так возьмите, вон, автоматы. Идите туда-то, воюйте на здоровье. То, что я вижу в Канске, преображается. Вот я сам окружник, депутат окружник. Единственный депутат-контрактник в российской армии, который как контракт не пошел в армию. Единственный. Больше нет таких. Если какие-то у меня возникали проблемы, я напрямую звонил Андрею Михайловичу. Он решал их здесь же. По-солнечному решается. В городе преображается полностью. Зачем эти подножки ставить? Вы что делаете? Нам охота в мир вернуться. И не тогда, когда человек помогает, делает. Вот сколько у моих были проблемы. У одного там крыша в квартире потекла. Здесь же позвонил. Моя звонит через несколько, буквально день-два. Все нормально, Олег, сделали. Дрова дома закончились у бойца. Позвонили. Михайлович сделал все. Я говорю, я первый готов. Я готов сейчас взять, собрать петицию, собирать среди людей в защиту Андрея Михайловича. Нормальные люди поймут, что нам война не нужна. Нам нужно дело и работа. Вот это вот то, что сейчас в городе происходит. Ребята, успокойтесь. Война там идет. Там настоящая. А здесь только языками. Сейчас Олег Леконцев собирает гуманитарную помощь для бойцов. Всю подробную информацию можно узнать на его странице ВКонтакте. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы расскажем о том, как прошли далевские чтения в Канском педколледже, а также об очередной претендентке на звание «Мисс Канск». Не переключайтесь. Магазин проверен. Работаем с магазином более 15 лет. Качественные запчасти, взаимопонимание. Можно даже деньги не пересчитывать. Заходите, не пожалеете. Техника всегда будет работать надежно. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало. Сейчас нашим миром прервано. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение от Реон Телеком. Для самых чрезвычайных ситуаций. На Красноярской ТЭЦ-1 рухнул бункер для Залы, когда рабочие строили электрофильтр. По предварительной информации, кран поднимал емкость и трос оборвался. Трое рабочих из фирмы-подрядчика стояли внизу, принимали деталь, чтобы установить ее на место. Огромный чан свалился на них с 4 метров. К счастью, все выжили. Сотрудники полиции в Абонском районе задержали пешехода, у которого обнаружили пакет с наркотиками. Мужчина шел по трассе с черным пакетом. Сотрудники ГИБДД решили остановить его для проверки. Увидев полицейских, он бросил пакет и попытался убежать. Стражи порядка задержали подозреваемого. Эксперты установили, что в пакете находились курительные наркотики массой 260 граммов. По словам задержанного, пакет он нашел на проезжей части и хотел использовать содержимое для личного употребления. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Госдуму намерены внести законопроект о штрафах за шум от автомобилей и мотоциклов в размере до 100 тысяч рублей. Сейчас предельный шум для транспорта установлен на уровне 96 дБ. По словам инициаторов проекта, снизить его нужно до 68. В Каннском педагогическом колледже прошли 19-е по счету Далевские чтения. В этом году они были в очном и заочном формате. В течение двух дней в работе исследовательских секций заочно принял участие 201 человек. Такова общая цифра докладчиков, экспертов, руководителей и слушателей. И очно семь команд представителей педагогических колледжей края. То, что мы собираемся большим составом в 19-й раз, говорит нам об интересе к культурно-образовательной программе чтений, о том, что активных, думающих молодых людей, которые получают свое образование в педагогических университетах и колледжах, в колледжах меньше не становится. На одном из открытий Сергей Николаевич Цинюга, наш уже давний друг и эксперт педагогических секций, как-то сказал, что Далевские чтения – это своего рода строительные леса, без которых трудно состояться и молодому исследователю, и молодому педагогу. Программа чтений в этом году у нас учитывает очень три важных момента. Во-первых, конечно же, это 200-летие со дня образования Енисейской губернии, поэтому в программе у нас появилась корееведческая интерактивная площадка, посвященная культурному наследию коренных народов Красноярского края. Но кроме того, мы знаем, что этот год объявлен у нас годом культурной идентичности, соответственно, появились мастер-классы, которые рассматривают материальное и духовное наследие всех нас, кого сегодня объединяет русский язык. И понимаем, насколько важно педагогам идти в ногу с цифрой, с различными видеосервисами, особенно сейчас. Поэтому несколько мастер-классов нашей программы и педагогических мастерских знакомят как раз с отечественными техническими разработками и оборудованием. Уже через две недели состоится финал самого красивого события этого года – Мисканск. А наш телеканал продолжает знакомить зрителей с участницами грандиозного проекта. Сегодня мы расскажем о разносторонней конкурсантке Светлане Петровской. Быть моделью для этой хрупкой наездницы совсем не в новинку. Еще одна претендентка на звание «Мисканск» уже давно посвятила себя этому направлению. И с легкостью может пройтись по подиуму в красивом наряде, потому что делала это уже не единожды. Но на этом увлечения Светланы не заканчиваются. Она довольно разносторонняя личность, и в списке ее увлечений совсем немало направлений. Одно из самых интересных, по мнению нашей съемочной группы, это футбол. Все-таки в него традиционно играют мужчины. Но тренер девушки уверен, именно этот вид спорта научил ее добиваться поставленных целей. Пришла-то такой сопливой девчонкой, но за время тренировок, тем более, что у нас же не было одна только команда девчонок была. Играли против пацанов же. Ну и вот приходилось им бороться с пацанами. И вот характер. И сопливая девчонка в такую целеустремленную, волевую превратилась. Которая добивается, может сказать, поставленных целей для себя. Сама же Света говорит, что поначалу сомневалась, стоит ли идти на кастинг. Ведь подготовка к конкурсу занимает огромное количество времени, которого с ее загруженностью совсем немного. Но все-таки решилась и не пожалела. По итогу приобрела куда больше. Впечатлений очень много, потому что каждый раз мы были, что-то было новое. Мы принимали участие по актерскому мастерству. Были какие-то еще у нас мастер-классы. И все эти мастер-классы больше нас сближали с девочками. Мы стали, грубо говоря, настоящими подружками. И это было очень здорово. Напомним, в этом году спустя 15-летний перерыв в городе вновь состоится конкурс красоты. По результатам кастинга были отобраны 10 девушек. Уже в декабре все они выйдут на сцену. И именно тогда определится самая достойная. Та, которая может гордо носить титул «Мисс Канск». Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку 5 канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин